В Российской национальной библиотеке прошел творческий вечер Виктора Бута. Это презентация его книги «Подлинная история оружейного оборона» и открытие первой публичной выставки картин Бута, написанных им во время заключения в тюрьме США. Камера стала тогда художественной мастерской. Виктор Бут открыл в себе новые творческие грани, стал писать книги и рисовать. Ну а темами для картины, для рисунков, стали лица близких и случайных знакомых, окружающий мир во всех его проявлениях. Более поздние периоды творчества – абстракция и пейзаж. Помимо картин, на выставке представлены личные вещи Бута из американской тюрьмы особо строгого режима Мэрион. Книги, учебники иностранных языков, вырезки из российских журналов и газет, письма поддержки от россиян и жителей других стран. Образцы продуктов из тюремного магазина тоже есть, даже роба серого цвета, купленная в спецмагазине. Конечно, любое творчество, особенно в тяжелых условиях, это возможность как-то, наверное, посмотреть на себя самого со стороны, попасть в совсем другое измерение, добраться до каких-то глубин своего внутреннего «я» и там найти те ответы, которые мы ищем в последневной жизни, но очень сложно их найти. Виктор Бут – неоднозначная фигура, человек-легенда, история жизни которого неоднократно экранизирована, причем не только в России, но и в Голливуде. Предприниматель и кадровый офицер военно-транспортной авиации неоднократно принимал участие в миссиях миротворцев в ООН в Африке. После отставки организовал свою кампанию по перевозке товаров гражданского назначения и законных военных грузов, в том числе и российских истребителей в Малайзию. Вот эта деятельность и стала причиной его задержания западными спецслужбами. Виктор Бут провел в тайско-американской тюрьмах 15 лет по обвинению в торговле оружием и покушении на жизнь американских граждан. И вот только в декабре прошлого года, после многолетних переговоров, его удалось-таки обменять на американскую спортсменку Бритни Грайнер.